Пояс чемпиона – один из символов высших достижений в спорте. Ульяновская область давно славится своими успехами в этой сфере. На заседании коллегии Министерства спорта обсудили итоги и планы на будущее. Ульяновская область стабильно находится в 20-ке лучших регионов России по развитию массового спорта. Глава региона озвучил главные направления и приоритеты работы в спортивной сфере. Развитие массового спорта, развитие спорта высших достижений, работа по совершенствованию спортивной инфраструктуры региона, проведение многочисленных соревнований с самого различного уровня участников от детей, от обычных физкультурников и до спортсменов мирового уровня. Проведение на всей территории крупных знаковых для региона и для всей страны массовых спортивных мероприятий, развитие кадрового потенциала, развитие игровых видов спорта. Главная цель федерального проекта «Спорт. Норма жизни» – это увеличение доли граждан, которые систематически занимаются физкультурой и спортом. Этот показатель в Ульяновской области в 2021 году достиг почти 48%. Сейчас в области разрабатывается концепция развития детско-юношеского спорта до 2030 года. Планируется, что уже к маю стратегия будет утверждена и начнется ее реализация. 2021 год был первым годом начала нашей пятилетки спорта и 2021 год был объявлен годом детского спорта. Там был целый ряд крупнейших мероприятий и программ, такие как посол года. Мы открыли проект «Герои» с нашего двора, мы построили полностью или реконструировали 11 объектов спорта и получили новые площадки, ГТО и новые объекты, физкультурно-оздательные комплексы. В Ульяновской области насчитывается 2962 спортивных сооружения. В районах области функционируют отдельно стоящие спортивные залы, бассейны, ледовые дворцы, круглогодичные манежи. В 2021 году мы сдали малую чашу на торпеды. Это для наших детей, для грудничков. Это у нас центр бокса в Сурском. И мы сделали великолепное освещение на стадионе «Локомотив» по нашему проекту. На следующий год, именно 22-й год, у нас это, конечно, строительство центра борьбы. Это у нас факот в Цильне. И мы будем реконструировать центральный стадион, чтобы он соответствовал уровню первой лиги. Коллегию министерства посетил советник министра спорта Российской Федерации Роман Ольховский, который рассказал о перспективах и задачах развития студенческого спорта в стране. За последние три года вопросы студенческого спорта несколько раз поднимались на самом высоком уровне. Та волна внимания к студенческому спорту, которая была набрана за счет двух проведенных всемирных летний и потом зимний универсиад в Казани и в Красноярске в 2013 и 2019 году, конечно же, к студенческому спорту приковали достойное внимание. Плюс ожидание Всемирного универсиады 2023 года в городе Екатеринбурге, конечно же, добавляет внимание к теме студенческого спорта. На коллегии выдающиеся спортсмены региона получили грамоты и благодарственные письма Министерства спорта Российской Федерации, благодарственные письма и именные подарки губернатора Ульяновской области, а также заслуженные звания Мастер спорта России. Валентина Никонова, Артем Куранов, Уллправда ТВ